Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Люберцы. Следим за всем тем, что здесь происходит, о том, какие люди здесь живут и работают, и о том, какие организации здесь живут и работают. И сегодня у нас в гостях сразу двое представителей Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юн-Армия» городского округа Люберцы Московской области. Это Алексей Черкасов, начальник штаба местного отделения. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! И также Алексей Черкас является заместителем председателя комитета по культуре городского округа Люберцы. Ну и Юлия Глотова, командир юноармейского отряда «Соколы Победы» вот этого объединения движения «Юн-Армия». Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Я сразу же первый вопрос к Юлии, потому что, конечно же, у представителей сразу же возникают вопросы. Как-то армия, сразу ощущение, что мужчина, парень, мальчик должен быть, а тут у нас целый начальник отряда, командир отряда и Юлия. Вам зачем это, юноармия? Вы будете служить в армии? Ну, планирую. Так. Просто мне нравится изучать военное дело, чтобы будущее поколение знало свою историю. А военное дело в каком аспекте? Вот вы говорите, планирую быть, служить в армии, да? Там же много разных профессий. Вот я, например, рядовым в армии прослужил, ну, сколько положено по закону, вот. Мы там осваивали за те два года, которые тогда служили, какие-то профессии. Кто-то освоил, кто-то нет. А вы хотите именно там работать, служить в родине, да? А какая профессия пока рассматривается? Связист. Связист, ага. Вы давно в юноармии? Два года. Два года. Скоро третий год будет. Скоро третий год. Хорошо. Мы еще вернемся к Юлии. Просто, как вы понимаете, это всегда очень интересно. Насколько я понимаю, само это общественное движение, Алексей, оно, в общем-то, молодое. С точки зрения... Да, 2016 года. Кому вообще пришла идея? Где корни юноармии? Корни... Ну, сама идея пришла министру обороны. И по его инициативе в 2016 году было организовано это всероссийское движение. Ну и, соответственно, у нас в Люберцах также в 2016 году первый прием у нас состоялся на областном мероприятии в парке Патриот. Это было летом 2016 года. А вот именно на территории городского округа Люберцы первых юноармейцев мы приняли на окружном мероприятии 4 декабря. Вот. И с этого момента у нас... Я так понимаю, это связано, наверное, с событиями, посвященными освобождением Москвы, да, 5 декабря? Да, да, да. Все правильно. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот сразу же хочу такой вопрос адресовать. Многие скептики считают, что вот дети, армия... Мы знаем, что, например, к Дню Победы, да, есть в разных городах детишек переодевают военную форму. У некоторых это... Ну, и они как бы изображают какие-то события, связанные с Великой Отечественной войной. Насколько можно использовать вот в военных всевозможных движениях, организациях детей? Насколько это правильно с точки зрения воспитания? Потому что некоторые считают, что надо ли сразу же ребенка переодевать, ну, то есть сделать его военным еще до наступления такого, ну, уже возраста, когда действительно там по закону надо в армию идти. Скептики есть такие. Я понял вопрос. Я считаю, ну, вот название юнармия, да, есть составляющая вот именно армии. Армия – это, соответственно, дисциплина. Да. Дисциплина в первую очередь. Равняй смирно. Дисциплина в первую очередь. И само движение юнармия, оно занимается не только именно военным направлением, такие как строевая подготовка, сборка-разборка оружия, изучение материальной части. То есть это одна из составляющих. Кроме того, юнармия занимается волонтерскими движениями, посещаем ветеранов, посещаем реабилитационные центры. Также изучается история, география. То есть у нас в округе 18 отрядов, и у каждого отряда своя специфика. То есть в зависимости от направления деятельности того или иного общеобразовательного учреждения, там у них руководители, ну, как говорят, к чему душа лежит руководителям. То есть если у командира отряда душа лежит к строевой подготовке, к военно-патриотическим играм, он, соответственно, с отрядом занимается этим. Командир отряда в основном – это волонтерская деятельность. То, соответственно, с ребятами они ездят в различные учреждения, где помогают, привозят гуманитарную помощь. То есть это такой действительно способ не только военного, но и патриотического, и даже общечеловеческого воспитания. Да, здесь один из основополагающих моментов – это участие ребенка в коллективе, в коллективных каких-то мероприятиях. Где от его действий зависит успех команды. Да, да, да. То есть, ну, работа в команде. Работа в команде. Хорошо. Юлия, скажите, пожалуйста, а вот почему вы решили пойти? Это как вам родители подсказали, какие-то друзья? Или вы сами приняли решение? Где вы вообще услышали об этом? Ну, во-первых, у меня папа военнослужащий, а брат учится, служит в Академии РВСН. А, будущий офицер. Да. То есть у вас это семейное? Да. Так. А вы как вот хотите переплюнуть брата? Я знавал одну женщину-генерала, которая, знаете, тогда всегда очень интересна, потому что у женщины еще более исполнительные с точки зрения команд и так далее. То есть вы лидер, могу я так сказать? То есть вас как бы слушать, потому что если командиры не слушаются, то никакой дисциплины команда никак не выполнит. И вот за те годы, которые вы сейчас, я даже не знаю, как сказать, почти служите, можно сказать, в какой-то степени, да, что самого интересного было для вас в юнармии? Что вас туда тянет? И был ли такой момент, когда хотелось уйти? Такого момента не было. Ну, просто мы участвуем в разных мероприятиях, посвященных там Великой Победе, волонтерские мероприятия. Ну, мне это все интересно, и такого не было, чтобы хотелось уйти. А у вас какое-то звание есть? Ефрейтор. Ефрейтор, ага. Вот Ефрейтор надо уже идти на следующую должность, мне кажется. Насколько я помню, в Армении очень любят ефрейторские звания. Скажите, Алексей, а вот у вас погоны капитана. Это имеется в виду капитан настоящий? Капитан запаса, да. Капитан запаса, вы капитан запаса. Понятно. То есть вы, в общем-то, имеете как бы непосредственное отношение. И вы офицер в прошлом. Да, в четвертом поколении офицер. Ну, так сложились обстоятельства, что по оргштатным мероприятиям был сокращен запас. И сейчас уже занимаюсь непосредственно на гражданке. Основная работа, конечно. То есть, как не парадоксально, все равно вы касаетесь офицерского воспитания. И не зря, я так понимаю, вы работаете еще заместителем представителя комитета по культуре городского округа Люберца. Потому что тут действительно два сочетания. И воспитание, и образование. Потому что ребята, я так понимаю, много нового узнают. Мало того, что, ну, конечно, разборка оружия, я тоже этим занимался, я помню. А другое дело, когда исторические какие-то моменты. Просто приведу один пример. В Московской области, в Смоленском направлении, скажем так, когда тоже со студентами мы там находились. И до сих пор, это года три-четыре назад, мы находили очень много остатков техники того периода. То есть, до сих пор в Московской области есть леса, есть те участки, где можно найти вот эти вот артефакты, если можно так сказать. Я уж не говорю о тех отрядах поисковых, которые находят сейчас захоронения и так далее. Скажите, Юля, а вы непосредственно руководите всеми этими направлениями, да, ну, в своем, как бы, отряде? Либо вы что-то распределяете и какой-то участок работы берете на себя? Как это происходит? Вы приходите после школы или это выходные дни? Как это происходит? В основном, выходные дни. Выходные. Вы с утра приходите, да? Или днем? Ну, нет. Вот, бывает, мы просто на мероприятия разные ездим. Иногда у нас бывает, как подготовка, то есть строевая подготовка, разбор-разбор автомата. А вам нравится строевая подготовка? Скажите мне, честно, ну, не может такого быть. Нравится. Нравится? И, наверное, все-таки тогда, Алексей, а кто у вас занимается строевой подготовкой? Вы? Если какие-то серьезные мероприятия, где нужно отработать в кратчайшие сроки какие-то строевые приемы, я по роду своей службы одно время был командиром роты почетного караула. Поэтому приезжаем, готовим. Ногу держим. Да, да. Ребята стараются. И вот как показывает практика, иногда у девочек почему-то получается лучше, чем у мальчика. Они как... Вот я же говорю, девочки, они ответственнее. Это же под правый барабан должна быть, да, нога? Под большой барабан, а левая нога. Левая нога. Под большой... Дело в том, что я же тоже служил в армии, опять же, помню, что мы даже участвовали в параде в городе, в котором я служил. И очень было много тренировок. Я вот на всю жизнь запомнил, что под большой удар барабана левая нога. Иногда я путаю, конечно, мне почему-то кажется, что правая. Вот. И еще мне нравится, когда поворачивает шеренга. Потому что там есть особые свои правила. Юлия, скажите, ну, строевая, строевой – это красиво, это замечательно. Тем более, что если какие-то происходят мероприятия, это всегда завораживающе действует на гражданских. Потому что теперь для вас тоже жизнь поделилась на военных и гражданских. А кроме строевой подготовки и вот разборки, сборки автомата, ну, вы прослушайте какие-то лекции, куда-то есть на какие-то мероприятия. Что происходит? У нас было такое мероприятие «Диалоги с героями». К нам приезжали герои из Афганистана, которые участвовали. Войны-интернационалисты, так это называлось. И они нам рассказывали, как это все было, мы задавали вопросы, и было очень интересно. Понятно. То есть у вас самые разные подходы. И я так понимаю, что все-таки это молодое такое направление юной армии. Наверняка еще будет придумано много всевозможных аспектов. Но мы сейчас делаем небольшую паузу. И напомню, что сегодня у нас представители Всероссийского движения «Юнармия», которое тоже представлено в городском округе, Люберцы. И продолжим разговор буквально через некоторое время. Напомню вам, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А в гостях у нас сегодня представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа Люберцы Московской области. Это заместитель председателя комитета по культуре городского округа Люберцы и начальник штаба этого местного отделения общественного движения «Юнармия» Алексей Черкасов. И Юлия Глотова, командир «Юнармейского отряда «Соколы Победы». Продолжаем разговор на тему «Юнармии». И следующий вопрос Алексею. Прежде чем мы поговорим о всевозможных акциях, потому что, безусловно, детей прежде всего заинтересовать надо чем-то, а через детей мы воздействуем на родителей, на других детей, которые потом приходят. Алексей, скажите, а тяжело вообще офицеру, капитану настоящему, непридуманному настоящему, работать с детьми, а не с солдатами? В чем особенности? Как говорят, с личным составом всегда непросто, потому что все имеют свой характер, у всех свое воспитание, и, соответственно, разные навыки у всех заложены были изначально. Но мы стараемся к каждому ребенку найти подход, потому что каждый ребенок – это личность в первую очередь. А в целом работу мы организуем по многим направлениям. Одно из основных направлений – у нас ежемесячные выезды в Парк Патриот. Мы выезжаем, у нас организовано взаимодействие. Вывозим по два отряда каждая вторая суббота месяца. Выезжаем туда, посещаем музей Парка Патриот, посещаем партизанскую деревню, посещаем сирийскую экспозицию, экспозицию концлагерей, и посещаем Центр военно-тактических игр. Вывозим с собой лазертак, и там ребята играют. То есть весь день ребята заняты с 7 утра до 7 вечера. То есть есть и исторические моменты, и очень сложные, я бы даже сказал, печальные моменты. И есть даже игровой, так сказать, элемент, что, в общем-то, позволяет ребенку оставаться ребенком. При этом он получает много новой информации. Кстати, Парк Патриот-то у нас недавно, в общем-то, появился, так по большому счету, и еще до сих пор, на мой взгляд, о нем мало известно. Поэтому вы еще выполняете роль таких вот агитаторов по поводу того, что там можно что-то найти новое, посмотреть. И вообще идея совместить в таком парке, в военном парке, разные подходы, мне кажется, очень интересные. Скажите, Юлия, вы были в Парке Патриот? Вам понравилось? Да, понравилось. Да, вот скажите, а что ребята говорят, когда рядом нет начальников между собой? Бывают такие случаи, когда кто-то, ну, там, не выдерживает той же строевой подготовки, или что-то ему не нравится, и он хочет уйти, а вы как-то их отговариваете? Или, в общем-то, более-менее всем все нравится? Ну, в основном, да, всем нравится. То есть находите общий язык. Вам же приходится, вы же теперь посредник между старшим начальством, да, и простым рядовым составом. То есть ваши же должны слушаться. А у вас есть команда, там, равняясь, смирно, ну, как в армии? Да, равнение на середину, да, на первый-второй рассчитайся. Первые номера прямо, остальные на пра... Да? Как Юля не сказал, в Парк Патриот выезжают летом юнормейцы, у нас лучшие. Вот, там разворачивают лагерь под корот. Вот, и поначалу, общаясь юнормейцами, некоторые приезжают, они там живут две недели. Поначалу, когда приезжают, ну, без родителей, у некоторых желания поскорее домой. Ну, понятно, мама с папой, да, я понимаю. Да, потом, когда они вникнут, что там происходит, когда с ним проведутся определенные мероприятия, уезжают со слезами. То есть все правильно, да. А даже сейчас, когда приезжаем в Парк Патриот, мимо него проезжаем, этого лагеря, дети прям с удовольствием, сразу в буре эмоций, все вспоминают, как там, кто, у кого был командиром. Нравится им очень. То есть это такая версия пионерского лагеря, да, но только по-новому, на базе, с новыми какими-то эмоциями, с новыми подходами. А там что, палатки или как, что там стоит, Юля? Да, большие палатки. Офицерские, большие такие. Ну, усовершенствованные. Усовершенствованные, да. То есть там прямо вот готовится еда, да, все как в армии. Да, там есть полоса препятствий, инструктора, которые обучают нам разному, по разным направлениям. Там медицина, сборка-разборка автомата, та же строевая, лазертак. Ну, то есть все по-настоящему, то есть через какое-то время те, кто пойдут служить в армию, конечно, будет гораздо легче. Алексей, скажите, но ведь, я так понимаю, 18, да, вы говорите, отрядов? Да, 18 отрядов. Это такая серьезная цифра. Движение Юнармия, оно же всероссийское. Это значит, что, наверное, проводятся какие-то соревнования, какие-то, я не знаю, встречи. Участвовать ли вы в них? Или пока еще не было такого какого-нибудь российского конкурса Юнармия, что-нибудь такое? Обязательно такие мероприятия проводятся. Если взять наши 18 отрядов, как я и говорил, есть отряды, которые направлены именно на военно-патриотические игры. Есть другая направленность, более простая, где не нужны какие-то физические нагрузки. Уже, главное, своим умом заработать авторитет. То есть что-то типа ориентирования? И ориентирование, и география, и музыка. Вот это интересно. Там много всего. Такие мероприятия, естественно, проводятся. Если взять округ, недавние, которые мы проводили мероприятия, это у нас был на базе кадетской школы Юнармейский рубеж. Там 10 отрядов у нас принимали участие. Почему 10? Потому что возрастную категорию мы сделали немножко повыше. Также окружные мероприятия будут проходить завтра. У нас на базе молодежного клуба будет проводиться мероприятие. Тоже военная игра. Также проводятся конкурсы. Вот, кстати, по инициативе одного из наших отрядов область рассмотрела эту инициативу и запустили по области такой проект. Называется «Война через объектив». То есть там юнармейцы фотографируются в форме Великой Отечественной войны. Фотография сопоставляется с фотографиями реальными. И они станут более-менее похожи. Плюс в том, что дети изучают историю, даже когда они видят, с какой фотографией их сопоставляют, и с какой они хотят одинаково выглядеть, так скажем, они, соответственно, уже знают, кто там изображен, откуда эта фотография. Ну, такая немножко игровая даже версия, то есть сочетание. А какие еще акции проходят, в которых вы принимаете участие? Акции проходят «Дорога памяти». Что это за акция? «Дорога памяти» – это акция, которую проводит Министерство обороны. В парке «Патриот» строят храм вооруженных сил, центральный храм. И там будет «Дорога памяти», на которой будут изображены картины с изображением боев Великой Отечественной войны. И самая изюминка в том, что эти картины будут сделаны из маленьких фотографий участников Великой Отечественной войны. И сейчас любой желающий может зайти на сайт Министерства обороны, там есть определенные вкладки, загрузить фотографию своего родственника, участника Великой Отечественной войны, описать историю его подвига, его участия. И эта фотография будет размещена уже там, на аллее памяти, где строят храм. Откроют его в начале мая, как раз в преддверении «Победы». А вообще на День Победы чем будет заниматься юнармия? Вот 9 мая 2020 года. На День Победы у нас юнармейцы округа будут задействованы во всех мероприятиях. По полной программе, да, Юля? Начиная с основных окружных мероприятий, такие как построение возле администрации обязательно, торжественное шествие к Вечному огню, возложение, потом бессмертный полк, как на территории города Люберц, так и на территории поселений. Ну и, соответственно, если будут какие-то локальные мероприятия, у них в учреждениях в обязательном порядке они принимают участие. Общение с ветеранами, посещение ветеранов, вот такие вот мероприятия. Вообще, есть постановление администрации о мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы. Там прописано порядка 80 мероприятий, как спорт, культура, образование, различные направления. По всем направлениям, да. И плюс каждое мероприятие, оно, соответственно, будет еще проводиться несколько раз на разных территориях. Ну, большой объем работы будет проведен не только именно юнармии, но и вообще в целом в округе. Юль, скажите, вот вы ходите, да, принимаете участие, вы командир, а ребята, которые не в юнармии, да, у вас же есть какие-то подруги, друзья, они что-нибудь расспрашивают у вас, что-то вы рассказываете, кто-то кого-то в хорошем смысле слова завлекаете в юнармию, или не все достойны принимать участие в этом движении? Иногда спрашивают там. Прошло у нас мероприятие, спросили, как... Да, то есть с уважением подходят, да, понимают, что это как бы нужная такая история. А форма одежды, кто, кстати, придумал? Форма одежды, вот как раз мы сейчас... Дошли до главного, потому что у нас же люди в форме, это настоящая форма юнармии, так понимаете? Ну, официально юнармейская форма одежды, вот, песчаные брюки, красное поло, ну, и, соответственно, есть песчаная куртка, берет. А берет, наверное, самое крутое, я так понимаю, что может быть, да? Да, да, ну, а вот на полевые выходы мы выходим в камуфляже, мы у себя в округе определили имена, камуфлированную форму, потому что в ней можно и бегать, и прыгать, и ползать, и все что угодно. А я так понимаю, что у вас сочетание вашей офицерской формы, да, и юнармии, или как? Да, можно так сказать. Все-таки, Юль, вопрос номер один. Что такое патриотическое воспитание? Как вы считаете? Вот вы уже как командир, вы тоже уже теперь, вы же вырастите, возможно, вам будет предложено какой-то, может быть, пост в движении в юнармейском. Вот что такое патриотическое воспитание? Вы чувствуете, что вас воспитывают в патриотическом духе? Ну, да. Ну, патриотическое воспитание – это, когда знаешь свою историю, ты воспитываешься в кругу единомышленников. А, кстати, девочек много вообще в юнармии, или в основном мальчиков? Ну, в нашем отряде больше девочек, чем мальчиков. Даже так? Да. Я помню, когда на встрече с президентом какая-то из девушек сказала, что мы хотим тоже служить в армии. Такое неожиданное было предложение, и президент говорит, ну, давайте рассмотрим этот вопрос, и, в принципе, сегодня действительно девушки идут в армию. Во многих странах мира, кстати, девушки служат. Ну, кстати, по поводу службы в армии, сейчас было принято на уровне Министерства обороны решение, то, что при поступлении в ВУЗы, если поступающий имеет в юнармейскую книжку и состоит в юнармии не менее года, дается 3 балла плюс к общим баллам. О, как! То есть это еще и такая дополнительная возможность? Да, также мы практикуем при поступлении в высшевоенные учебные заведения, ну, и просто в высшевоучебные заведения. Региональный штаб Московской области по нашему ходатайству на лучших юнармейцев пишет рекомендацию непосредственно на этот ВУЗ. Ну, то есть есть возможность продвинуться в этом направлении, меньше нервов, да, и больше возможности поступить, стать либо офицером, либо просто студентом другого ВУЗа. Ну что, Алексей Черкасов, Юля Глотова, нам приходится потихоньку двигаться к финалу. Ну, Алексей, что бы вы сказали сейчас тем родителям, тем бабушкам и дедушкам, которые, может быть, еще не знают, что такое есть общественное движение Юнармия, и к ребятам, которые потенциально могли бы быть участниками вашего движения? Обращение такое. Юнармия – это дисциплина, это коллектив. Я вот прям чувствую, мне хочется уже как-то приметься. У меня все застегнутое, кстати, все по уставу практически. Если вкратце, в целом для поступления в Юнармию необходимо... То есть в Юнармию может, согласно уставу Юнармии, прийти любой желающий в возрасте от 8 до 18 лет. То есть с 8 до 18 он будет юнармейцем, после 18 уже как участником движения. То есть нет такого, что 18 лет – все. Ну, оформляются документы несложные. Заявление на вступление, согласие на обработку персональных данных. Куда их принести можно, эти документы? Это все можно... оформляется на мое имя. Храним мы это все в управлении образованием. То есть куда прийти, где получить эти списки документов? Можно прийти прямо ко мне в мой кабинет. То есть это в комитет по культуре городского округа лидерства? Можно туда прийти, либо со мной связаться, либо мы сейчас в 21 веке, у нас есть страницы в Инстаграм и ВКонтакте. То есть можно списаться, получить информацию, и там же она у нас расположена. И плюс к тому, что я перечислил, медицинская справка. О допуске, либо недопуске к физическим нагрузкам. Сразу хочу прокомментировать то, что не значит, что если ребенок имеет какие-то ограничения по физическим нагрузкам, он не вступит в Юнармию. Он если хочет, он туда вступает. Но его командир и руководитель отряда будет знать, что физические нагрузки ему либо нежелательны, либо разрешены. Сейчас есть такие образовательные практики, которые проходят специально по работе с любыми ребятами, которые по разному здоровью складываются. У нас два юнормейца есть, которые находятся в онкологическом центре имени Блохина. Дай бог, чтобы они поскорее выздоровели. Они в отряде люберецкие кадеты. Как раз это то, что я говорил, волонтерская деятельность. Этот отряд тоже хорошо этим занимается. Поэтому здоровье это не ограничение для Юнармии. Главное желание. Главное желание. Ну что, у нас в гостях начальник штаба местного деления Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия, городского округа Люберца Московской области, заместитель председателя комитета по культуре городского округа Люберца Алексей Черкасов и Юлия Глотова, командир юноармейского отряда под названием «Соколы Победы». Большое вам спасибо. Вы приоткрыли очень много. Потому что все-таки знаем, что Юнармия есть, а подробности все-таки не все этим интересуются. Оказывается, что много интересного там происходит. И если вы сейчас захотели, чтобы, во-первых, дети, которые смотрят нашу программу, могут захотеть поучаствовать в этом, и родители, возможно, заинтересуют своих чат, для того, чтобы они обратили внимание на это общественное движение. Вот. Ну и всех нас с наступающим праздником Великой Победы. Спасибо большое за участие в эфире. Удачи вам, Юля Особина, как командиру. Ну, а с вами был Николай Пивненко и программа «Открытый диалог». Счастливо. Счастливо.